ДНЕСТР ДНЕСТР Уже определенная дата открытия всех центральных елок в всех городах и районах. Это будет сделано с 9 по 11 декабря в зависимости от погодных условий. Я думаю, что если нам погодные условия помогут, то 10 мы сделаем торжественное открытие елки. Будет ли что-то новое? Ждут ли нас какие-то сюрпризы в контексте украшений и иллюминации? Чем будете радовать горожан? Знаете, у нас традиционная площадь достаточно неплохо украшена. Это отмечают и горожане, и гости города. Наша дополнительная локация, которая находится с елкой, где подсвечены разноцветными новогодними шарами, стилизованы деревянные домики, тоже создают новогоднее настроение. Знаете, в этом году, учитывая и внешне политическую ситуацию, и внешне экономическую ситуацию, которая давит, в том числе и на экономику Приднестровья, принято решение ограничиться теми ресурсами, которые у нас есть. Дополнительные средства из местного бюджета мы расходовать не будем. Все сделаем сдержанно, аккуратно, но, поверьте, будет не менее интересно. Ну вот, как раз продолжая тему, понятно, что в условиях энергокризиса многие не надеялись, что вообще праздничная атмосфера будет, и иллюминация тоже. На какие меры пришлось пойти, чтобы вот елка зажглась? Как экономили в городе для того, чтобы все-таки создать это настроение для людей? Знаете, ну, во-первых, хочу сказать, что новогоднее настроение необходимо, конечно, создавать и поддерживать, потому что в нынешних условиях и старый млад ждет Нового года, у нас этот период как бы ассоциируется с какими-то изменениями, которых мы ожидаем, и, учитывая такую наговоренную ситуацию, этого ждут и все днестровцы, все бендерчане, уверены, что так и будет. Конечно же, и государственная администрация города Бендер, и все подведомственные предприятия, учреждения, все структуры, которые работают на территории города, также присоединились к программе по экономии топлива и энергетических ресурсов. В здании госадминистрации в течение трех недель у нас не было отопления, работали сотрудники при температуре плюс 12, плюс 14 градусов. Хочу отметить, что все бендерчане, уверены, как и все преднестровцы, с пониманием отнеслись к этим ограничениям, и сами уже самостоятельно принимали решения об экономии того же этичества, где раньше просто проходили мимо, уже лишний раз выключат освещение, где-то закроют дверь, не откроют окно, и мы благодарны за такое, скажем так, понимание. По многих социальных учреждениях у нас не было тепла, мы сократили рабочий день для того, чтобы меньше пользоваться электроэнергией. К сожалению, мы вынуждены были пойти на меры по ограничению деятельности. Работа уличного освещения ранее она работала в основном до 23-24 часов. В нынешнее время работает до 22-24 часов уличное освещение. Ну и ряд иных мер, которые нам позволили сэкономить существенные средства для того, чтобы мы могли обеспечить внутренних потребителей и частных потребителей, в первую очередь, газом и электричеством. Сегодня на совещании у президента вы говорили о городских стройках, которые планируете завершить в этом году. О каких объектах речь? По понятным причинам ряд объектов был, скажем так, заморожен до лучших времен. Надеемся, что в следующем году мы продолжим работу на этих объектах. В настоящее время, несмотря на сложности, ведутся работы по инвестиционным программам предприятия в сфере ЖКХ. Это, в первую очередь, вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением. Ведутся работы по окончанию работ по реконструкции водопроводных сетей геометров 600-700 мм по улице ЖКХ. Это очень большой участок, 1600 метров. Мы меняем традиционный коллектор по улице Карпышева. И еще заканчиваются работы, ведутся работы по улице Госпитальная и по улице Мира в селе ЖКХ, где регистрируется и строится новый водопровод на тех участках, где его раньше не было. Помимо этого, я думаю, что все замечают реконструкцию, которая ведется в центральной части города. Это улица Суворова, фасады наших муниципальных предприятий, это Бендер-рынок, Торб, Бендер-рынок в самом центре. И Шародейка, это улица Суворова, 55. Ремонты были сделаны за счет средств муниципальных предприятий, но благоустройство частично мы помогаем, в том числе и за счет целевых программ по благоустройству, чтобы уже комфортно хорошо смотрелся центр. Эти работы завершат? В ближайшей неделе мы их закончим. Мы их закончим в ближайшей неделе, и там будет сделано дополнительное отделение. До конца этой недели мы планируем на 95% окончить ремонт центральной части набережной. Это парк Октябрьский, прямо перед ЗАГСом эта территория. Были у нас планы в большем объеме ремонта сделаны, вертуары и дороги, но пока в настоящее время мы приостановили там работы, создавая определенные резервы для того, чтобы в первую очередь были выполнены социальные обязательства государства и города по выплате в первую очередь заработных плат, пособий и так далее. Нам нужно обеспечить функционирование нашей всей инфраструктуры. Поэтому эти объекты пока сделаны. Мы заканчиваем работы еще по фондам овложений на ряде школ и детских садов. Буквально последние штрихи проводятся. Ну и у нас есть еще вопрос по улице Крянга. Там нужно ложить верхний слой асфальта, мы ждем погодные условия. В принципе, изнаночные и нижние условия для того, чтобы перезимовать. А потом уже с наступления положительных температур закончим эти работы. В целом, несмотря на непростую ситуацию, город живет своей жизнью, строится, развивается, реконструируется. В продолжении темы того, что не удастся закончить к Новому году, помимо площади, которой вы уже сказали, и парка центрального, что еще не получится, что вы не успеете доделать до конца Нового года и почему? Очень рационально сейчас относимся к расходованию средств и создаем резервы, повторюсь. У нас в планах было начать строительство спортивного стадиона в районе 11-й школы. Были резервы запланированы. И было запланировано определенные реконструкции тоже в парке Несково. Ряд мероприятий, которые там проходили, показали ряд узких мест. Это наличие и туалетов в определенных местах, и дополнительные дорожки и так далее. И обустройство туалета на нижней части крепости, на пляже. Эти работы мы пока, скажем так, подморозим. Роман Дмитриевич, на реконструкцию пушкинской аудитории город получил грант. Когда начнутся работы на этом объекте и что будут делать? Ну, пушкинская аудитория сама получила как бы грант. Она сейчас относится к ГОУ, да, высший удовольствием колледж имени Постойкина. Напрямую, там есть прямой договор. Мы, конечно же, курируем это направление. Большая часть работ там у нас выполнена. Это сделан пояс, да, были колонны, были залиты. И продолжение планировалось работ по кровли. Эти работы подрядчик будет выполнять и деми период времени. Там стоит вопрос по этапности финансирования, к которому город пока отношения не имеет. Мы просто контролируем ход выполнения работы, оказываем содействие. И проект разрабатывался муниципальным проектным институтом. А что касается турецкого подвала в центре города? Когда им займутся и вообще займутся ли? Ну, на самом деле, маленькая такая, мы приоткроем. Эта часть работ уже выполнена. И мало кто этого видел. Все ждут новый туристический объект. Все, да. Эти работы велись аккуратно. Аккуратно подрядчик эти работы выполнял. Потому что объект находится на оживленной пешеходной зоне. И транспортные потоки рядом находятся. С объединением всех мер безопасности эти работы выполнялись. Мы планировали их тоже продолжить. Но ввиду всем понятных причин, пока также объект после первого этапа находится на паузе. Это произведение к нему сейчас консервацию. Для того, чтобы вернуться к нему с наступления благоприятного времени. А что уже сделали по турецкому? Не скажу. Это будет интересный обед, который мы обязательно пригласим в средства массовой информации. И, конечно же, на открытие покажем его. Мы восстановили ту историческую часть, которая была. Сделаем безопасную входную зону. Главное это безопасность. Потому что под волосами, понимаете, находятся на глубине. Нам важно соблюсти все меры безопасности для посетителей. Ряд работ там выполнено. Было выполнено. И кое-что еще планируется. Будем анонсировать по факту открытия. Хорошо. Передвигаемся дальше по центру города. Сейчас там, где происходит реконструкция, пилят у нас тополя. Высадят катальпы. Катальпы. Такое дерево. Интересное название. Чем не устраивали тополя? Почему пришлось их убрать? Вы знаете, это вообще давние вопросы, которые ставятся и общественностью, и депутатами по тополям, которые находятся в городе. Мы в этом году с горсоветом заказали проект в Республиканском учрежденческом институте экологии, чтобы они обследовали одну из улиц города, в том числе и по тополям, изучили их состояние и дали предложение по озеленению этой территории. В большинстве случаев рекомендации сводятся к их сносу и замене на новые породы, на иные породы. Вот я бы обратил внимание всех, наверное, на улицу Ленина, где мы провели масштабную реконструкцию полтора года назад. И там этих проводов ведь нигде не увидите. Они почему-то исчезли. Куда же они исчезли? Просто мы масштабно подошли к вопросу реконструкции и при производстве работ выполнили и замену всех сетей, и выполнили кабельным исполнением. То есть под землей провели. Все спрятали. Совершенно верно. Но для этого необходимо было средства и, скажем так, аккумулировать сразу усилия многих программ. Я уже говорил, чтобы 9 программ параллельно ввели. Их надо было все взаимовлезать. Это разные подрядчики, разные источники, разные бюджеты и так далее. Полюса Суворова пока ремонт дорожного покрытия у нас не планируется, потому что еще находятся в более-менее удовлетворительном состоянии. Но мы занимаемся вопросами перспективы переноса этих коммуникаций тоже под землю. И тополя мешают, да, таким образом? Что? Тополя, получается, мешают корнями или чем? Ну, тополя, они, во-первых, уже себя и жили ввиду своего возраста. У нас тополя высаживались в 50-60-х годах и более 50 лет большинству из них. Внутри у них уже и пустоты образуются. И, согласно заключению специалистов, они поддержат сносу в большинстве случаев. Да. Но если их сносить уже позже, то мы тогда нарушим вообще всю инфраструктуру, которая есть. И мы не все тополя убираем. Я вам скажу, что мы не сразу, в момент убираем все тополя и высаживаем катальпы. Мы убираем аварийные тополя, остальные оставляем, высаживаем катальпы и между ними кустарники. И после того, как они подрастут, создадут тень, мы будем поэтапно убирать эти тополя. Тополя, большая часть остается, мы их подрезаем, передаем им, просто в районе проводов они будут подрезаны, иметь аккуратную форму и не аварийные продолжат свое существование. А катальпы – это не новый вид дерева. Все его видели в парке Невского на центральной аллее. Такие аккуратные деревья на высоком штампе, которые до самой цитадели расположены. Себя хорошо зарекомендовали. Они и невысоко растут, и создают хорошую тень. В Бендерах применяют правила вместо одного срубленного два новых посаженных дерева? Абсолютно выполняем эти правила, но это не означает, что на одном и том же участке это надо делать. Потому что есть проект озеленения, которым допустимо где-то определенное количество. Конечно же, эту норму мы соблюдаем, но в каждый период времени это невозможно сделать. Допустим, в первые полгода, во вторые полгода. На протяжении года-двух мы ведем динамику снесенных деревьев и вновь высаженных. У нас много высаженных дополнительных аллей, защитных полос. Все знают о том, что сейчас Днестр поднялся. Об этом подробнее мы будем говорить немного позже. Но сейчас уже известно о том, что были подтопления, в том числе подтопления на тропе здоровья в Бендерах. Скажите, можно ли как-то этого в следующем избежать? И вообще, когда была реконструкция, как-то вы учитывали этот момент? Ну, знаете, конечно же, прежде чем строить, у нас был разработан проект с отвечающими специалистами. И мы знали, что эта зона подтопляемая. Мы, конечно же, в этом городе знаем, до какого уровня поднимается Днестр. Исходя из этого, давалось химическое задание проектировщикам. И проект был уже сделан, исходя из этих условий. Поэтому у нас все должно выдержать. У нас освещение проходит гораздо выше уровня подтопления. Вся конструкция сделана на фундаментах металлической конструкции. И плиты также не пострадают в этой подтопления. Единственное, что может быть не на тропе здоровья, а дальше у нас уже сама дорожка выложена из железобетонных плит массивных, которые, может быть, мы просто поправим из того, что где-то песок ушел, и все у нас будет в порядке. Поэтому это ожидаемое и запланированное явление. От подтопления мы, конечно же, не уйдем. Такова специфика Днестра. Поэтому все нормально. Сегодня стало известно, что бендеры слоткнулись с той же проблемой, что и Террасполь, как только обустраивают какую-то улицу, туда же сразу же приходят вандалы. Что-то вырывают с корнем, что-то себе выкапывают, просто что-то срывают цветы или даже что-то ломают. Что происходит? На каких улицах и где что сломали в городе? У вас такой вопрос, который сразу кинет и второй вопрос. Что делай тогда, да? Об этом чуть позже. Давайте все постепенно. Хорошо. Ну, я вам скажу так, что с января этого года в Бендерах было... Я справочку поднимаю, которую мне сейчас подготовили. 838 единиц зеленых наслаждений было украдено, похищено. Это что? Что в основном крадут у нас? Все. Все крадут. И, знаете, происходит еще так, что крадут обычно в день высадки, вот в сутки по сечению высадки сразу происходят хищения. И ценные породы, и не очень ценные породы похищают. Кто-то ради развлечения. Бабушку одну немножко задержали, которая занималась этим вопросом. Зачем она это делала? Ну, ответа нет. Как бы, да. Разные граждане. Кто-то перепродает эти растения. Мы усилили работу с рынком, чтобы, скажем так, те лица, которые занимаются продажей зеленых наслаждений, ни в коем случае не покупали растения, которые, понятно, что имеют признаки хищения. Будем привлекать к ответственности и направлять на исправь работы, в том числе на озеленение. Как бы, что еще можно сделать? Ну, я думаю, что мы должны более благоприятные условия делать для проживания наших граждан, создавать нормальные условия. И верен, что в таких случаях у нас будет становиться все меньше и меньше. На каждый куст, на каждый кустарник, в каждый парк ствер камеру не поставить. Потому что, во-первых, она стоит денег. Ее надо, нужно постоянно мониторить ситуацию. Скажите, ну они вообще эффективны, эти камеры? Насколько часто из мест, в которых даже есть камеры, которые под наблюдением, все равно продолжаются такие случаи? Что-то крадут? С помощью камеры, конечно, случаи фиксируются, но они не исправляют тех, нельзя такими вопросами заниматься. То есть все равно в этих местах продолжаются такие же случаи? Общее сознание должно в первую очередь поменяться, но я вам скажу, что мы однозначно усилим работу правоохранительных органов вплоть до подключения сотрудников уголовного розыска к этим случаям. Есть такая теория, знаете, разбитой форточки, разбитого окна. Вот только начали разбить окно, и дальше оно потянет потом разрушение нескольких окон, потом стен, проемов, потом разборку самого здания и так далее. Точно так же и в городе. Если мы не уделим должного внимания борьбе с этими правонарушениями, то мы можем получить негативный эффект. Во-первых, надо вовремя досаживать, исправлять то, что натворили, и передать к ответственности лиц, кто это сделал. Публично, однозначно, мы это будем делать. А как это будет выглядеть? Где-то доска позора будет рядом с доской почета? Вы знаете, у нас есть такой закон об ограничении разрушения персональных данных. Персональных данных это, к сожалению, делать нельзя, но мы об этом будем думать и совместно с обстоятельствами. Я думаю, что если по телевизору покажут в новостях, даже со спины человека его узнают, я думаю, ему будет неприятно. Еще один момент хотел уточнить. Вот, например, в Дубосарах вводят практику такую с Нового года, там вводят новый налог на благоустройство. Все горожане будут его платить. Нет ли таких планов в Бендерах? Смысл в том, что люди чувствуют финансовую ответственность, что все, что в городе делается, делается для них и за их деньги. Нет ли таких планов в Бендерах? Вы знаете, это правило введено на территории всей Приднестровской Мугасской Республики. Оно единообразно будет применяться, и каждый житель будет такой сбор оплачивать. Поэтому это единое правило. Я считаю, что оно абсолютно верное. Раньше это применялось только на определенных селах, только где-то в районах. Но чем отличается житель сельской местности от житель городской местности? Поэтому это должно быть единое правило для всех, и надо всем соблюдать. Да, это позволит собирать дополнительные средства для того, чтобы мы могли благоустраивать наши города и районы. Спасибо большое. С нами на связи был глава Бендер Роман Иванченко. До встречи. Из-за сброса большой воды в Украине Днестр поднялся настолько, что в Террасполе перестал работать паром, затопило причал. В Рыбнице под воду ушел пляж, в Бендерах затопило тропу здоровья. Поднимется ли Днестр еще и грозит ли нам наводнение? Об этом будем говорить прямо сейчас. На связи со студией директора гидромедцентра Виталий Кальвенко. Здравствуйте, Виталий Витальевич. Здравствуйте. В конце прошлой недели нас предупреждали, что из-за сброса воды в Днестре река поднимется на 4 метра. Эти прогнозы оправдались. Насколько поднялся Днестр в итоге? Днестр действительно поднялся на 3-4 метра. Почему мы говорим о 3-4? Потому что ширина реки разная, глубина разная. Где-то есть долины, где Днестр больше разливается, где-то меньше. Поэтому и получается, что поднятие самого уровня тоже немножечко везде по-разному. В целом он составляет 3-4 метра. А где максимум зарегистрировали? Знаете, максимум как таковой здесь, скажем так, плюс-минус 20-15 сантиметров. Поэтому он повсеместно одинаково поднялся. И связан он был с залповым сбросом. Это, конечно, интересный случай. Уже, по-моему, третий на нашем счету, когда на Ладнестровской АГЭС вот такие залповые сбросы делает. И надо сказать, что это не связано ни с осадками, ни с погодными явлениями. А за весь этот месяц, за ноябрь, они понизили свой уровень водохранилища на 3,5 метра. Причем с 24 по 28 ноября они понизили его на 1,41 метра. Это довольно большие цифры. И говорят о том, что здесь непогодный фактор. В отдельные моменты, надо сказать, расходы по Днестру составляли до 3000 вов. Это мы сами рассчитали по скорости волны добегания. И вот самое, что неприятное, то, что в прогнозах на следующие сутки, обычно каждая АГЭС составляет план на следующий день, сколько они будут сбрасывать, вот это нигде не отражено. То есть вообще не было отражено то, что будут осуществляться вот эти залповые сбросы. То есть это все без предупреждения, да, происходило? Причем не предупреждают как и молдавскую сторону, так и нашу. И все эти данные, конечно, мы получаем в оперативном порядке. И надо сказать, что сам уровень водохранилища сейчас в Новоднестровской АГЭС понижен от нормального на 8 метров. Надо сказать, что у них еще есть большой запас. Это почти 11 метров до того момента, когда водохранилище можно еще сбрасывать до мертвого уровня, так называемого. Но думаю, что они до этого не будут доходить. Поэтому надо сказать следующее, что исключать таких повторных залповых сбросов мы не можем. Осадки в течение ближайшего времени в Карпатах также не прогнозируются. Поэтому мы все-таки ожидаем, что если они и будут осуществляться, вот эти залповые сбросы, то они не будут продолжительными. Если бы они были немножечко более затяжными, то это привело бы к более печальным последствиям. Но на данный момент мы не достигли критических значений. Те небольшие подтопления, когда река выходила в пойму, собственно, такого вот ущерба же она не нанесла. То есть домов-то не было затопленных. Но сам по себе факт, он такой немножечко нервозный. А сколько там не хватило до критического уровня? Вы говорите, что мы не достигли его. Мы не достигли, но у нас там в запасе больше метра еще оставалось. А метр, метр пятьдесят. Но надо еще следующее отметить, что на данный момент вот эта волна, пика, который был сброшен, она сейчас прошла Террасполь сегодня. И уже начиная с вечера будет понижение отмечаться уровня воды. Не только, скажем, выше Дубаса, выше Бундер, но уже и в Террасполе. Таким образом, надо сказать, что повышение уже не будет выше Террасполя. Идет уже спад уровня. Если о юге Приднестровья говорить, Слободзийский район, там еще немножко он поднимется на 20 где-то сантиметров. Но вот эта волна, которая нас прошла, она сегодня, уже завтра нас покинет. И поэтому уровень повсеместно начнет понижаться. Более того, сбросы на данный момент в Днестровской ГЭС, они стали опять очень небольшими. Поэтому сейчас нам пока ничего не угрожает. И будем надеяться, что в таком спокойном режиме мы будем жить и дальше. Надо сказать, что это уже третья волна такая, которая идет к нам, вот эта большая вода. Но все-таки была ли вероятность наводнения? Была ли вообще, шла ли об этом речь? Вот в этот раз. Речь о том, что не будет наводнения, это мы прекрасно понимали. По той причине, что вот к всему же есть определенный предел. И вот этот сброс, который они осуществляли с новой Днестровской ГЭС, он не может долго длиться. Просто они опустошат свое водохранилище. Он не связан с осадками. И к большому сожалению, конечно, прогнозировать то, что как они поступят, как они будут мыслить, и насколько долго будет этот осуществлять сброс, мы тоже не можем. Мы, конечно, можем по погодным факторам рассчитать любой уровень. Но мы предприняли даже, может, и не совсем невозможное, то, что посмотрели на уровень, на славчика, который был в атаках, и когда увидели, что там уже пошло понижение, мы уже немножко успокоились, а волна еще настолько доходила. Поэтому о том, чтобы была какая-то чрезвычайная ситуация, которая бы угрожала жизнью людей, и мы уже прекрасно понимали, что она не складывается. Но при этом мы были готовы к любому развитию событий, и не только мы, и соответствующие наши службы. Поэтому нас это врасплох поднятие уровня не застало. Мы были готовы. Но, как говорится, всегда надо быть на чеку. Ну вот вы сами сказали, что этот спад, сброс нас заставил понервничать. А что касается реки, это плохо или хорошо, вот такие сбросы ниже по течению? Да, учитывая гидрологическую засуху и все те рекорды, которые были этим летом, когда Днестр прямо опускался до критических каких-то показателей. Вы знаете, я, конечно, хоть и не эксперт по экологии в таком плане, какой бы могли другие сказать, но однозначно, очевидно даже становится тот факт, что вот эти все сбросы, они на лучшую пользу не идут для той живности, которая у нас сейчас входит в зимний режим. То есть у нас привыкли, наоборот, все наши обитатели глубин Днестра и растительность привыкли к чему? К тому, что в зимний период, это декабрь месяц особенно, у нас межень, у нас очень низкий уровень. И тот уровень, который мы говорили о гидрологической засухе летом, вот он более-менее уже становится нормальным для зимы, для зимнего режима. И вдруг ни с того, ни с сего, когда начинаются резкие подъемы, скорость меняется, и вода тоже температуру меняет, это все тоже стресс для обитателей нашего Днестра. И я не думаю, что это лучшим образом отразится и на рыбе, и на всем. Да, единственный плюс может быть, который все-таки надо искать что-то же хорошее, то, что немножечко Днестр прочистится. Ну, все эти вещи обычно происходят весной, когда идет у нас... Из половодья. Да, половодье. Благодарю вас. С нами на связи был директор Республиканского гидромедцентра Виталий Кальвенко. Спасибо большое. Это было «Экспертное мнение». Далее в эфире ТСВ смотрите новости. До встречи. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова